История Комикс 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 Джек Кирби возвращается в Марвел, где работает как над старыми персонажами, так и продолжает линию четвертого мира в комиксе «Вечная». Затем он уходит в мир анимации, где когда-то начинал свою карьеру, и время от времени рисует новые комиксы. И воюет с Марвел. История Комикс История Комикс Чудо-женщина Супермен И при том весьма успешна и с точки зрения искусства, и с точки зрения бизнеса. Вот у нас были нормальные герои. Нормальные человеческие герои из жизни. Тарзан, Флэш Гордон, Бак Роджерс. Практически челюскинцы. А что у вас вот это вот? Что вот это вот? Ты в комиксах свои вот? Ты только жрешь, и комиксы свои смотришь. Жрешь, и комиксы свои смотришь. Зачем? Популярными становятся появившиеся еще в серебряном веке иллюстрированные журналы. То есть комиксы, обходившие комикс-код на основании того, что не являются журналами комиксов по классификации распространителей. Европейские комиксы, наконец, проникают в американскую культуру с выпуском журнала Heavy Metal. Мне сказали, что нужно внести коррективы. Я внес их. В песню. Мужик с большим мечом дерется змеей. Дерется змеей, потом... Под нажимом издателей требования комикс-кода смягчились, и на рынок вернулись хоррор-комиксы. Очень страшно! Очень интересно! Очень страшно! Очень интересно! Очень страшно! Очень страшно! Очень интересно! Очень страшно! Интересно! Еще одной приметой времени стало огромное количество популярных командных комиксов Персонажей становилось все больше, их отношения становились все сложнее Комикс вселенной превращались в фантастические мыльные оперы Джина, я наконец-то признаюсь, я люблю тебя, Олл Скотт Но мы не можем быть вместе Но почему? Во мне сила темного феникса А я, знаешь, люблю и темного феникса О, как замечательно Да, два в одном И когда сдашь? Придумал лучше, объясню в песне Мужик, но без меча, находит себе меч Находит себе меч, а меч его...